Акционерная компания «Железные дороги Якутии» приняла участие в парламентских слушаниях Совета Федерации в Москве. Речь шла о состоянии, проблемах и перспективах развития ЖД-отрасли. Слово нашему корреспонденту. Открывали слушания представители главного железнодорожного перевозчика страны Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», которые отметили в своих докладах, что законодательная база любой отрасли периодически требует корректив и обновлений, а железнодорожная сфера не исключение. Кроме того, нужны совершенно новые правовые акты, например, в сфере высокоскоростного межрегионального движения для использования специализированных купе для людей с ограниченными возможностями. Генеральный директор акционерного общества, акционерной компании «Железные дороги Якутии» выступил с докладом о ситуации, сложившейся с вводом в эксплуатацию железнодорожной линии «Тамот-Якутск-Нижний Бестях». Чтобы преодолеть правовой вакуум, была проведена огромная работа. Руководство компании при поддержке правительства Республики Саха-Якутия предпринимало множество попыток для решения этого вопроса. Мы с вами приняли законодательный акт о опережающем развитии дальневосточного макрорегиона, куда входит ваша замечательная республика. Богатейший край с прекрасными людьми и, конечно, перспективный край. Если нужно законодательное решение, ну, ради бога, мы вам поможем, проконсультируем. Подключайте своих представителей. Мы с удовольствием подключимся к этому вопросу. Но просто нужно разобраться, на каком уровне решать этот вопрос. Рекомендации по итогам парламентских слушаний будут направлены в правительство Российской Федерации. Наталья Сазонова, Александр Яценюк, НВК Саха, Москва.